Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами посмотрим, что еще вы можете не знать про ОМК MyRoadmap от Pearson. Итак, я нахожусь на своем портале. Не знаю, почему у меня русский. Почему-то я люблю это на родном английском языке. На родном языке портала я имею ввиду. И мы идем с вами в Роудмэп. Зайдем мы с вами в Presentation Tool. Вот так вот он выглядит. То есть не MyEnglishLab, не App, которая вообще для телефона, и Book, а именно вот Roadmap Presentation Tool. Очень интересно. Ага, я изначально установила неправильное наименование себя. Мне потом пришлось его попросить изменить, и поэтому он меня вот просит опять все так установить. Прошу прощения, что отвлеклась с телефонным звонком. Неожиданно так рано утром. Итак, мы находимся в Presentation Tool. Напомню, это то, что вы используете для ведения урока. И на уроке, как правило, Wordbook вы не трогаете, но можете что-то разобрать совместно с учениками. И, соответственно, так вот вы делаете урок. Здесь полное соответствие книги для студента. Все задания, напомню, интерактивные. Все можно проверить. Здесь у нас фотографии находятся. После проверки вы можете стереть и начать все делать заново. И так вот, Lesson Flow, мы видим, что все упражнения из учебника, из вот именно этих двух страниц, потому что 1A занимает как раз две страницы, находятся здесь. Здесь у вас есть Teaching Nose. Но не совсем удобно смотреть это на уроке, когда вы уже с учеником, к примеру. И что вы будете ему ответы показывать или себе какие-то инструкции? Нет. Поэтому я распечатывала для себя или открывала в соседнем окне планы урока. Сейчас я покажу, как они находятся. Вот эти вот Unit Nodes. К примеру, к первому юниту. Они идут здесь по юнитам. Если мы возьмем Focus Second Edition, там идет по разделам A1 и так далее. Здесь вот идет у нас по юнитам. И здесь в каждом юните у нас, в принципе, указано, если вы посмотрите, вот кроме ответов, audio scripts, заданий, которые вы должны дополнительно брать. Вот Grammar Bank, он, к примеру, находится в конце урока. И есть какие-то Teaching Tips и так далее. И есть ссылки на Photocopyables, которые вы тоже можете использовать. И эти Photocopyables, они очень интересные. Итак, мы с вами через Grammar Bank прошли. Я покажу его чуть позже, потому что он непосредственно в Presentation Tool находится. А вот Photocopyables находится именно в Resources. Если мы откроем юнит 1, то мы видим, что на 1A Lesson у нас три Photocopyables. Три распечатки. И смотрите, как все интересно. То есть это дополнительные грамматические задания. Естественно, мы избалованы сейчас с Pearson тем, что все проверяется автоматически. Это все-таки распечатка. Вы можете ее скачать в Word. Ученик выполнит ее непосредственно в Word. Вам пришлет, вы проверите. Но это проверка. Соответственно, терять время и обдумывать каждое предложение, какой здесь должен быть ответ, вам не нужно. Здесь есть Answer Keys, которые тоже можно скачать. Вокабулер здесь очень интересный. Давайте посмотрим. Вот он такой. Игры, игры, игры. И что с ним сделать? Это тоже у вас написано в инструкциях. Есть даже индекс. Я здесь ни разу не была. Но он планируется добавить, но отсутствует вот на данный момент. Вот такие интересные фотокопиаблс есть у вас. Здесь также находится Pronunciation, который у вас упомянут в Teacher's Notes по юнитам, но не находится в Presentation Tool, если его еще не добавили. Есть Pronunciation Worksheet. Есть Teacher's Guide. Что с этим делать? Connectic Chat. Это просто по звукам выглядит. И если я правильно помню, такой же есть у студента. Вот таким вот образом Pronunciation Sheets. Они здесь не интерактивны. Это у нас распечатки. Но у вас отдельное аудио, которое к ним идет. Что здесь тренируем? Шва, да? Вот мы тренируем Color, Apple и так далее. И вернемся к Presentation Tool. Я вам еще покажу, где находится Grammar Bank, Vocabulary Bank. Дополнительные информации. Они находятся именно вот здесь. Grammar Bank, Vocabulary Bank. То есть то, что у вас, у книги, у студента находится на последних страницах. 136, 116, 117. Вот таким вот образом. То есть, возможно, не все знали про это. Вот теперь вы про это знаете. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok